Время новостей на канале Хабар 2.4. С вами Арстан Балтин. Доброе утро. Почти 490 тысяч гектаров засеяли аграрии южных регионов страны. Там посевная кампания в самом разгаре. В конце апреля к весеннеполевым работам приступят крестьяне западного и восточного Казахстана. В мае, как ожидается, на поля выйдут сельхозтоваропроизводители главных зерносеющих областей республики. Всего этой весной под посев отвели 22,3 миллиона гектаров. Из них большую часть, порядка 15 миллионов гектаров, займут зерновыми культурами. На оставшейся площади засеют преимущественно масличными овощами и бахчевыми культурами. Растениеводством в Казахстане занимаются 145 тысяч хозяйств. Вся техника почти готова к работе. Потребность в дизеле составляет 380 тысяч тонн. По данным Минэнерго, рекомендуемая цена дизельного топлива в апреле составит 193 тысячи тенге за тонну или 160 тенге за литр с НПЗ. С учетом доставки операторов, средняя стоимость литра горючего в регионах составит 176 тенге, что на 10% дешевле рыночной. Между тем, крестьянские хозяйства одной из главных житней страны Костанайской области в этом году увеличат сев масличных лен. Подсолнечник и рапс займут почти полмиллиона гектаров, что существенно больше площади, отведенной под эти культуры прошлой весной. Конечно же, львиную долю земель, это 66% от общего объема сева, займет пшеница. Аграрии заготовили 56 тысяч тонн семян. В этом году, получается, будут субсидироваться только семена элиты и первой репродукции по нормам. Нормы были разработаны в разрезе каждого района. Субсидироваться будут все сорта вне зависимости от того, включены ли они в государственный реестр сортов, селекционных достижений. Подача заявок будет проходить через электронную систему субсидирования на сайте колдавки. Фермеры Актюбинской области, впрочем, как и все, надеются, что погода не помешает им в срок выехать на поля. Хозяйства заканчивают последние приготовления к предстоящему аграрному сезону. Приводится в порядок техника, закупаются удобрения и дистоплива. Айсулу Махмутова рассказывает. 20 лет своей жизни актюбинец Абельжан Утигенов посвятил комбайнам и полям. В крестьянском хозяйстве, расположенном в 50 километрах от областного центра, трудится со дня основания. Разбирается во всех тонкостях производства и точно знает, богатому урожаю в этом году быть. Полевыми работами в хозяйстве занимаются на площади более 7 тысяч гектаров. Выращивают зерновые, кормовые, бахчевые культуры, овощи и картофель. В хозяйствах с более скромным бюджетом тоже кипит жизнь. Рабочие вносят последние штрихи. Сейчас идет подготовительная работа. Это в основном ремонт всей техники, потому что время у нас поджимает. Я думаю, в сроки, конечно, будем готовы. Планы, как у всех крестьян, наверное, получить хороший вырожай, побольше посеять, поменьше проблем всяких, потому что мы часто сталкиваемся. Тем временем специалисты 22-х крестьянских хозяйств Каргалинского района этой весной начнут применять в своей деятельности систему капельного орошения. Работы по реконструкции водопроводов в данной местности завершатся к середине мая. По финансированию Европейского банка развития и реконструкции было выделено средство 2,246,000,000,000,000,000,000,000,000. Где является заказчиком РГП Казватхоз. Сейчас работы идут полным ходом. В мае месяце мы планируем закончить данную работу и принять в эксплуатацию объект. Это, во-первых, даст экономию самой воды и, во-вторых, получение более прибыльного урожая. Пассивные площади в этом году планируется увеличить на 10%. Таким образом, в общей сложности будет засеяно 805 тысяч гектаров земли. Заготовлено 40 тысяч тонн семян. Принимаются меры по обеспечению сельхозформирования минеральными удобрениями и гербицидами. Техника по области практически готова на 98%. Потребный объем ГСМ нам тоже выделен – 8,5 тысяч тонн. Сейчас идет уже выборка данного ГСМ в хозяйственном области. Цена составляет 169 тенге. Это, в принципе, сравнительно с ценами на заправках почти на 13-14% дешевле. Также идет работа по приобретению минеральных удобрений. Мы в текущем году планируем существенно увеличить применение минеральных удобрений. То есть на 3,5 тысяч тонн уже практически подана заявка. Работа сейчас ведется в этом же направлении. Всего в весеннеполевых работах планируется задействовать 80 пассивных комплексов и свыше 9 тысяч единиц спецтехники. Готовность крестьянских хозяйств к предстоящей пассивной компании специалисты оценивают на 98%. Теперь все зависит от погодных условий. При благополучном стечении обстоятельств техника выйдет на поля уже 20 апреля. Айслу Махмутова, Булат Молдагалиев, Ак-Тубе, Хабар, 24. Тему предстоящей весенней полевой кампании мы продолжим обсуждать с исполняющим обязанности президента Союза фермеров Кадахстана Жакобом Умерзаковым. Жакоб Мерканович, доброе утро. Доброе. Вы, насколько нам известно, непосредственно тесно работаете с крестьянами и в курсе всех происходящих на сегодня событий. В каком состоянии аграрии сегодня подходят к пассивной и всем ли удалось успешно реализовать зерно прошлогоднего урожая и оплатить свои кредиты? Ну, с началом весеннеполевых работ у нас обычно начинаются проблемы, можно сказать, они из года в год переходят. Это ГСМ, это семена, это подготовка техники и прочие вопросы, субсидирование, вопросы кредитования. К сожалению, они из года в год не решаются. Допустим, по ГСМ, как вы уже сказали, снижение идет только 10% от той цены, которая находится, сформирована на рынке у нас в Казахстане. Несмотря на льготы, некоторые регионы отказываются от льготного дистоплива. То есть на выходе из завода, если цена составляет 160 тенге за литр, доходит до потребителя чуть выше той цифры, которую вы назвали. То есть сейчас в некоторых регионах, в частности Акмолинской области, цена складывается 183 тенге за литр. То есть эта цена нас не устраивает, потому что все эти затраты ложатся на себестоимость производимой продукции. Мы этот вопрос ежегодно поднимаем на всех уровнях, но, к сожалению, в себестоимости зерна, горючие смазочные материалы, в частности солярка, занимает от 20 до 30%. То есть это очень большой показатель. И наравне с этим есть же минеральные удобрения, гербициды, запасные части, семена и прочие. И в конце себестоимость зерна выходит, скажем, до 45 тысяч тенге. То есть с каждым годом себестоимость продукции увеличивается. Жакоб Мирханович, вот скажите, почему так происходит? В чем причины конкретно? Причина в том, что ценообразование каждой продукции, которая сказывается на цене, с каждым годом увеличивается. И уменьшается субсидирование продукции, в том числе и семян. Увеличивается цена на закупаемую технику. Техника у нас устаревшая 80%. Обновление идет не так, как мы думали. Один или полтора процента. Ну вот, допустим, профильные ведомства сейчас заявляют о том, что дистопливо отгружается по плану. Его цена на 10% ниже рыночной. До всех доходит это вот якобы удешевленное топливо, но горючее. А до всех ли оно доходит? Или все-таки посредники стараются продать ГСМ как можно выгоднее для себя? Ну, знаете, 10% разницы это небольшая сумма. Я же говорю, некоторые стараются, чтобы избегать волатильности в этом вопросе, закупать непосредственно на заправках. Объемы, конечно, доходят, но получить вовремя не у всех получается. Это связано с разными обстоятельствами. Расстояние до операторов, потом отсутствие средств или той же техники. Это касается малых и средних сельхозтоваропроизводителей. А вот, как это говорят, если вы критикуете, то предлагайте. Вы предлагали что-нибудь тем же, не знаю, операторам или местным исполнительным органам, чтобы это каким-то образом все-таки достучаться или логистику изменить каким-то образом? Да, мы постоянно предлагаем. Во-первых, по самой цене дизельного топлива, льготного якобы. Ну, согласитесь, в нашей стране производится достаточный объем нефтепродуктов, и цена на дизельное топливо складывается выше, чем бензин 95-й октановой марки. Мы предлагали этот вопрос отрегулировать несколькими путями. То есть, вы помните, в 2016 году отменили государственное регулирование на горюче-смазочные материалы. Сейчас там остался только 80-й бензин, которого на рынке отсутствует. Так, вроде бы от 80-го бензина же отказались, нет? Нет, от 80-го бензина отказались, но я имею в виду, что в постановлении правительства, 500-е постановление от 2016 года, там остался только 80-й бензин. То есть, мы предлагали в этот перечень включить горюче-смазочные материалы, в том числе солярку, хотя бы на период весеннеполевых работ. Это один из вариантов. Второй вариант – это снижение акцизов на ГЦМ. И третий, то, что мы на съезде поднимали вопрос, это субсидирование солярки на период весеннеполевых работ. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки ваши предложения сегодня услышат нужные люди. Давайте поговорим, насколько для простых крестьян сейчас доступны инструменты кредитования АПК, субсидий, финансирование тех же полевых работ. По их же словам, один из острых вопросов. Да, я согласен. Это один из актуальных острых вопросов по финансированию ВПР. Вы прекрасно знаете, что ежегодно государство выделяет 60 миллиардов на весеннеполевые работы. Это продолжается в течение ряда лет, и это цифра, забитая в государственную программу до 2021 года. То есть данная сумма, конечно, не хватает. В прошлом году при встрече в то время с министром сельского хозяйства Шукеева мы поднимали данный вопрос и просили увеличить сумму кредитования до 100 миллиардов тенге. Данный вопрос обещали поднять на правительство, но, к сожалению, до сегодняшнего дня вопрос не решен. Поэтому это как бы одна из основных причин, что у нас на сельском хозяйстве не хватает сред. Нет. Второй момент – это кредитование сельхозтоваропроизводителей через аграрно-кредитную корпорацию. Государство выделяет за очень маленький процент, даже, можно сказать, беспроцентно АКК, они, в свою очередь, выделяют деньги кредитным товариществам, через кредитные товарищества, непосредственно сами крестьянам. То есть проценты нас, конечно, не устраивает и залоговое обеспечение. Сама оценка недвижимости в сельских регионах применяется пониженный коэффициент, который был утвержден еще, можно сказать, в мулевые годы. Это позиция Национального банка. То есть этот вопрос по повышению коэффициента мы ставили тоже на уровне Министерства сельского хозяйства. Жакоб Мирканович, понятно то, о чем вы говорите. У нас, к сожалению, эфирного времени очень мало. Хотелось бы еще один вопрос задать, касательно экспорта казахстанской пшеницы и муки. Сейчас наши основные торговые партнеры строят мельничные комплексы на границах и, по сути, уже не нуждаются в покупке нашей муки. Что нужно делать, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке? Да, конечно. Сейчас основные потребители – это Узбекистан, Таджикистан, Иран, Афганистан. Вы сами сказали, что приграничная зона Узбекистана уже сориентировалась и стали строить свои перерабатывающие заводы. И наравне с этим и Афганистан не отстает. Поэтому будет, я думаю, в перспективе уменьшаться экспорт муки. Поэтому нам, нашим производителям, необходимо заняться переработкой зерна в другие продукты. То есть это будет актуально, о чем мы ранее и говорили. И второй момент – надо заниматься качеством выпускаемой, производимой продукции. То есть в Китае, допустим, требования, госты у них другие к нашей пшенице. Поэтому, видимо, у нас и с экспортом вопрос тормозится. Ну что ж, будем надеяться, что главы профильных министерств и ведомств все-таки услышат ваше сегодняшнее обращение к ним. И какие-то все-таки результаты могут появиться. Спасибо. Сегодня утром мы беседовали с исполняющим обязанности президента Союза фермеров Казахстана Жакобом Умирзаковым. Вам хорошего дня. Раньше запланированного срока, если не будет проливных дождей, начнут посевную кампанию в Акмолинской области. В профильном управлении сообщили, что всеми необходимыми семенами крестьянские хозяйства обеспечены полностью. И сейчас посевной материал проходит через процедуру очистки и лабораторные исследования. В этом году наша область планирует яровой сев провести на площадь 4,7 миллионов гектаров. Вот что на уровне прошлого года. 4,3 миллиона гектара. Это зерновые и зернобобовые культуры займут. Порядка 250 тысяч гектаров у нас займут масличные культуры. Вот в том числе лен, подсолнечник, рапс, ну и другие масличные культуры. Вот. Также планируем около 18 тысяч гектаров засадить картофелем. Вот. И около 4 тысяч гектаров планируется засеять, посадить овощей. К слову, как заявили в Министерстве сельского хозяйства, с реализацией выращенной продукции сложности у аграриев быть не должно. У зерновиков и мукомолов страны есть традиционные рынки сбыта. Грузы из казахстанской пшеницы отправляются в 70 стран мира. Основные покупатели находятся в Афганистане, Иране и Азербайджане. У нас постоянно еще берет Турция, Китай, Италия. В этом году уже больше стали, побольше получат, вернее, выбират Испания, Тунис, Грузия. И новым рынком для нас является уже в течение двух лет мы поставляем зерно в Вьетнам. Спрос на наше зерно есть. Мы ставим задачу на этих рынках укрепиться и держать этот уровень. Поставки отечественной пшеницы в Азербайджан по итогам прошлого года увеличились в разы после нескольких лет спада. Эксперты связывают такую динамику с более гибкой ценовой политикой. Из Баку. Репортаж Шафа Галиевой. Задача увеличить объемы импорта казахстанского зерна Азербайджану ставилась на заседание совместной межправительственной комиссии еще в 2017 году. В 2016 и 2017 годах экспорт зерна из Казахстана сократился практически до минимума. При этом обе стороны были заинтересованы изменить ситуацию в лучшую сторону. И по итогам 2018 года в торговле зерновыми культурами наметился значительный прирост. В 2017 году Азербайджан получил из Казахстана 63 тысячи тонн зерна. А в 2018 году этот показатель уже составил 270 тысяч тонн. Этого удалось добиться благодаря более гибкой ценовой политике. В результате в прошлом году доля казахстанского зерна в азербайджанском импорте выросла с 5 до 25%. В Министерстве сельского хозяйства Азербайджана отмечают, что сейчас по цене казахстанский продукт более выгодный. Поэтому азербайджанские мукомолы делают свой выбор в пользу зерна из Казахстана. В прошлом году его закупили на 51 миллион долларов. В первом квартале этого года объем казахстанского зерна в общем импорте составил 51%. В первом квартале этого года одну тонну казахстанской пшеницы мы покупали по цене 219 долларов. А в первом квартале прошлого года за 182 доллара. За три месяца же импорт составил почти 206 тысяч тонн, что в денежном выражении составляет 45 миллионов долларов. В первом квартале текущего года Азербайджан уже импортировал 406 тысяч тонн зерна. Главным образом из него пекут хлебобулочные изделия. Шафа Галеева, Айгюн Гасан, Хабар 24, Азербайджан, Баку. На мировых рынках падают цены на пшеницу. За прошлый месяц продукция подешевела одновременно в США, России и Франции. О ситуации расскажет наш деловой обозреватель Ернур Дожанов. Доброе утро. Приветствую вас, Арестан. Да, пшеница дешевеет вопреки прогнозам экспертов. Если в Штатах это было хоть немного ожидаемо, то на европейском континенте такого исхода не ждал никто. Ну, обо всем подробнее через пару секунд. Больше всего потеряла заокеанское зерно. Так, стоимость тонны мягкой пшеницы опустилась на 4 доллара. Твердые сорта упали в цене на 7. А так называемая высокопротеиновая пшеница потеряла сразу 12 пунктов. В свою очередь французская сельхозкультура подешевела на 6 долларов, российская на 4. Казахстанцы за весь прошлый год оформили микрокредитов на 500 миллиардов тенге. Как обычно, большая часть займов приходится на простых граждан – почти 350 миллиардов. Юрлицам выдали кредитов на 155 миллиардов. По подсчетам аналитиков, в основном население берет долг на предпринимательские цели. Доля таких займов за год выросла на 55%. Что касается самих микрофинансовых организаций, то за 12 месяцев их количество в стране уменьшилось на 20%. Но сокращение, видимо, пошло на пользу. Совокупный кредитный портфель таких организаций по итогам 2018-го увеличился на почти 17% и достиг отметки в 669 миллиардов тенге. К другим новостям. Отечественные нацкомпании терпят убытки. За год их выручка упала почти на 100%. Если в 2017-м они заработали 914 миллиардов тенге, то в прошлом году сумма не дотянула и до 15 миллиардов. Объясняется это существенным увеличением расходов по продажам, ростом себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг. Много денег потрачено и на финансирование компании. Из положительного выросли объемы произведенной продукции и услуг. Так, по итогам четвертого квартала прошлого года нацкомпании заработали на этом 402 миллиарда тенге. Это больше на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2017-го. Неутешительный прогноз от экспертов. К 2050 году мир может столкнуться с нехваткой овощей, фруктов и даже хлеба. По данным ООН, сегодня на планете голодает около 820 миллионов человек. Самое ужасное, что их накормить не проблема. Человечество производит достаточно еды, но вот распределяется она нерационально. Оказалось, что треть всех продуктов идет не в тарелке потребителей, а на свалку. Так, по статистике, на помойку ежегодно отправляются колоссальные объемы еды, еще годной к употреблению. Это 30% зерновых, 50% фруктов и овощей, 20% масличных семян, мяса и молочных продуктов и 35% рыбы. Продовольственные потери в промышленно развитых странах оцениваются сегодня в 1,3 миллиарда тонн в год. Колоссальные цифры. Причины заключаются в ненадлежащем хранении товаров, отсутствии грамотной логистики и, конечно же, расточительность. И в завершении выпуска расскажу о курсе валют. Доллар заметно прибавил в цене официальный курс 380 тенге 68 теннов. В аминниках американцев в среднем оценивают в 382 тенге. Арастан, это вся информация к этому часу. Эфир снова ваш. Спасибо, Ярнур Дуржанов был с деловыми новостями. Так называемая извечная битва полов продолжается годы, десятилетия и даже века. Теперь же возник вопрос, почему сегодня мужчины живут меньше женщин? Кто или что против сильной половины человечества? Об этом и не только в программе «Между строк». Президент США Дональд Трамп угрожает Мексике пошлинами, передает автор CNN Кэти Лобоско. Глава Белого дома требует, чтобы Мехико за год решила проблему нелегальных мигрантов и наркотрафика. Иначе страну ждут американские пошлины на автомобиле в 25%. Цитата. «Пошлины в 25% на автомобиле, изготовленные в Мексике, это реальность. До того, как я стал президентом, Мексика заняла почти треть нашего автомобильного бизнеса. Случилось это в период действия Североамериканского соглашения о свободной торговле. Я говорю об этом много лет. Нафта – одна из худших сделок, а может быть и худшая из тех, что мы когда-либо заключали». Цитируют СМИ американского президента. «Если Мексика не сможет держать миграционный процесс под контролем, то угрозы о частичном или даже полном закрытии границы воплотятся в жизнь», – продолжает CNN. «Почему мужчины живут меньше женщин?» Немецкая газета «Шпигель» пишет, «Каждый год Всемирная организация здравоохранения исследует здоровье человечества». В этом году главный вопрос, которым задалась организация – продолжительность жизни. Цитата. «Продолжительность жизни людей вырастет по всему миру. Рождённые сегодня мальчики в среднем доживут до 70 лет. Девочки – до 74 лет. Это на 5 лет больше, чем в 2000 году», – говорится в статье. У такой разницы между длиной жизнью есть несколько причин. 33 из 40 наиболее частых причин смерти сильнее сказываются на мужчинах. Среди них ишемическая болезнь сердца, ДТП, рак лёгких, хроническая обструктивная болезнь лёгких и другие. Некоторые различия можно объяснить генетикой. Например, процессы, связанные с X-хромосомой, способствуют тому, что девочки имеют более сильную иммунную систему. Однако, чем беднее регион, тем меньше отличается продолжительность жизни мужчин и женщин, говорится далее. Это объясняется прежде всего опасностями, связанными с беременностью. В большинстве бедных стран на одну тысячу женщин приходится меньше 4-х акушерок. В результате в связи с беременностью или родами в странах с низким достатком умирает одна женщина из 41-й. В странах с высоким доходом потребляется наибольшее количество алкоголя и табака. При этом в 2016 году мужчины курили в 5 раз чаще женщин и потребляли в 4 раза больше алкоголя, передает издание. И еще одна немаловажная причина меньшей продолжительности жизни среди мужчин. Заболев они, как правило, позже обращаются за помощью, чем женщины, что приводит к развитию осложнений и подводит итог Шпигель. Природу оптимизма изучил психолог Тед Шваба и его коллеги из Калифорнийского университета. Коротко об их исследовании сообщает немецкое издание Welt. Журналистка Паула Леокадия Пляйс рассказывает об опросе, в котором приняли участие более 1 тысячи человек. Цитата. Участниками были преимущественно пары мексиканского происхождения в возрасте от 26 до 71 года, которые жили в Калифорнии. Испытуемые проходили интервью 4 раза каждые 7 лет. Каждый раз участники опроса должны были оценить собственный оптимизм, пишет издание. Психологи установили, оптимизм растет с 26 по 55 год жизни человека, в этом возрасте он достигает своей высшей точки, а затем медленно идет на спад. Однако, отмечает издание, такая тенденция может отличаться в разных культурах. Особенно примечательно следующее. В то время как положительные события в жизни укрепляют позитивный настрой, неудачи не оказывают никакого воздействия. То есть оптимист, как правило, становится только оптимистичнее, говорится в статье. Кошки хорошо знают свои имена. Если ваш питомец не откликается на свою кличку, скорее всего, он не слишком вас уважает. К такому выводу пришли японские ученые. Специалисты провели эксперимент с участием 78 кошек в домах обычных японцев и кота-кафе. Замерялась реакция животных, когда их клички произносили вслух владельцы и незнакомцы. О результатах у материала «Таймс». Автор статьи Том Виппл рассказывает, чтобы убедиться, что кошки реагируют не просто на звук, участники сначала зачитывали список случайных существительных, а в конце добавляли кличку кошки, сообщает издание. Затем ученые внимательно наблюдали, двигаются ли у животного уши, проявляет ли оно признаки возбуждения. Цитата. Хотя кошки двигали ушами или головами, они редко демонстрировали волнение. Их реакцию лучше всего охарактеризовать как осмотрительно-осторожную. Это не лишено смысла. За произнесением кошачьих кличек со стороны хозяина могут последовать как благо, так и наказание, пишет издание. Такие итоги эксперимента могут заставить людей приоценить когнитивные способности кошек. По словам Джона Брэдшу из Бристольского университета, кошки, скорее всего, заучивают звук, чем понимают язык и его значение. Своей реакцией они продемонстрировали, что могут отличать знакомый звуковой сигнал, кошачью кличку, от менее знакомого звукового сигнала, случайно выбранного существительного. Вывод из всего этого следующий. Кошки так же хороши в обучении, как и собаки. Они просто не горят желанием показывать своим владельцам то, что усвоили, добавляет специалист. Субтитры подогнал «Симон» В продолжение событий в мире. В Ливии гибнут люди в результате столкновений в Триполи между войсками армии фельдмаршала Халифа Хафтара и правительства национального согласия, признанного международным сообществом. По последним данным, количество погибших возросло до 51 человека. Среди убитых есть и гражданские. Столкновения за контроль над столицей обострились после обстрела аэропорта Митидер. Единственная функционирующая воздушная гавань Триполи подверглась авиаудару. Пассажиры и персонал покинули терминалы. Работа аэропорта парализована. А в результате сильнейшего за несколько десятков лет наводнения в Иране затопленными оказались около 2000 городов и поселков. Погибли по меньшей мере 70 человек. Из берегов вышли множество рек. Спасатели насчитали сход 400 оползней. Это парализовало транспортное движение. На трассах разрушены мосты. Сотни населенных пунктов буквально отрезаны от внешнего мира. Проливные дожди в Иране начались еще в марте и идут до сих пор. Из затопленных деревень людей эвакуируют на вертолетах. Всего во временных убежищах размещены 86 тысяч человек. Между тем, три человека стали жертвами ДТП с участием пикапа и пожарной машины в американском городе Феникс. Экстренная бригада ехала на вызов. Однако по пути перед ними выехал автомобиль, который, судя по всему, просто проигнорировал звуки сирены. В числе жертв аварии один мужчина, женщина и шестимесячный ребенок. Тысячи человек собрались у ворот тюрьмы в городе Куретиба на юге Бразилии. Люди требуют освободить экс-президента страны Лула Досилла. Напомню, политика приговорили к 25 годам заключения за коррупционные преступления. Соратники бывшего лидера страны и он сам утверждают, что дела сфабрикованы и направлены на то, чтобы вывести его из политики. Досилла, к слову, выдвигал свою кандидатуру на пост президента. Однако из-за обвинений он не смог принять участие в выборах. Противники политика считают приговор абсолютно справедливым. В Сирию возвращаются мирные жители, эмигрирующие за рубеж в годы активных военных действий. Только за сутки домой вернулись почти тысячи беженцев. В населенных пунктах, разрушенных в ходе перестрелок и бомбардировок, идут восстановительные работы в приоритете школы, дороги и медучреждения. Саперы обезвреживают мины на улицах. Вооруженный конфликт в Арабской республике продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над боевиками Тегил в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются операции по зачистке от радикалов. Вместе с тем британский парламент окончательно одобрил законопроект о переносе Брекзита. Документы обязывает правительство просить отсрочку, чтобы избежать выхода из Евросоюза без соглашений. По словам депутатов, жесткий Брекзит обернулся бы тяжелым ударом для королевства. Премьер-министр Тереза Мэй просит отложить сделку до 30 июня. Что же касается Брюсселя, то несмотря на опасения экономических издержек, он готов предоставить Лондону более длительную отсрочку. Наблюдатели не исключают, что процесс может затянуться вплоть до 2020 года. Впрочем, ожидается, что свое слово лидеры ЕС скажут завтра на саммите Евросовета. Вернемся в Казахстан. В Приорале стартует акция по выкупу населения огнестрельного оружия. А в Алматинской области продолжается операция «Безопасная дорога». Подробности в хронике происшествия. В Казахстанской области стартует акция по выкупу населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Прием предметов вооружения будет производиться в каждом территориальном подразделении полиции. За единицу предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 месячных расчетных показателей. При этом добровольцы освобождаются от уголовной и административной ответственности. Добровольная сдача незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и устройств не влечет за собой административного и уголовного преследования. После того, как оружие пройдет техническую проверку, в специальной комиссии будет установлена сумма вознаграждения, на которую сможет рассчитывать ее владелец. В прошлом году в ходе подобной акции у населения было выкуплено 310 единиц незарегистрированного оружия и выплачено около 15 миллионов тенге. Такая же сумма предусмотрена и в этом году. С начала месяца в Алматинской области полицейскими зарегистрировано 5 наездов на пешеходов, 3 из них со смертельным исходом. Почти во всех случаях пострадавшие переходили дорогу в неустановленных местах. Сейчас в регионе стартовала профилактическая операция «Безопасная дорога». За 5 дней отработки к административной ответственности привлечено 570 человек. 378 протоколов составили правоохранители и в отношении тех, кто появился в общественных местах нетрезвым. В целом же за дни рейдов выявлено свыше 4000 правонарушений. В Алматинской области продолжаются поиски пропавшей без вести Анастасии Галеевой. На данный момент к ним привлечены водолазы. Напомню, 9 февраля девушка уехала к подруге в Толгарский район. Через несколько дней за явлением о ее исчезновении в полицию обратились родственники. В ходе разыскных мероприятий отработаны ряд версий, в том числе гибель девушки, тело которой, возможно, сбросили в один из местных водоемов. Сейчас водолазы обследуют дно местного канала, отдельных его шлюзов и берега на протяжении нескольких километров. Разыскные мероприятия продолжаются. Петропавловские огнеборцы спасли ребенка из горящей на девятом этаже квартиры. ЧП произошло днем, по информации ДЧС, о пожаре сообщили соседи. Уже на месте спасатели заметили на девятом этаже мальчика, который звал на помощь. Ребенок был один, эвакуировать его пришлось при помощи автолестницы. Причины возгорания выясняются. Все внимание спасателей Северного Казахстана приковано сейчас к 18 населенным пунктам, где в период паводков возможны подтопления. По прогнозам, в ближайшие 10 дней Сергеевское водохранилище пополнится сбросами воды из Акмолинской области. Перелив через гребень уже превысил метр. В опасных участках расположены гидропосты и дежурят спасатели. В целом снег сошел уже на 90%. Чтобы максимально минимизировать риски в период паводия, в двух районах, находящихся в зоне риска, откачано 500 тысяч кубометров воды. Сейчас экстренные службы усиленно наблюдают за изменениями в озерах Малой и Большой Тарангу. Стоит отметить, что большая вода не зашла ни в один из домов. По словам сотрудников ДЧС, печальный сценарий 2017 года не повторится. Прибывшие подкрепления из Нур-Султана, Павлодарской и Жамбылской областей уже покинули Северный регион. Очень благоприятные погодные условия. На данный момент очень большой объем воды испаряется в связи с положительными температурами. А также в ближайшие дни, по сведениям Хасгидромета, мы осадков в виде дождя и снега не ожидаем. Более 5000 голов птицы погибло в результате пожара на птицефабрике в Кустанайской области. Там загорелось одноэтажное здание. Это один из девяти птичников, в которых содержится почти полтора миллиона кур. На ликвидацию пожара потребовалось почти два часа. Из-за сильного задымления несушки задохнулись. Жертвы пострадавших среди людей нет. На месте возгорания работает испытательная пожарная лаборатория. Материальный ущерб подсчитают в течение трех дней. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводкой, которая запитана в вентиляции. Установлено, что в электрощитовое замыкание и возле электрощитовой отдельные горючие материалы, строительные материалы. Возле щитовой площадь пожара состояла 10 квадратных метров. И дальше там было каркасно-металлическое помещение. Он был утеплен пенопластом. И произошло загорание пенопласта по крыше. Обший пожар состоял 110 квадратных метров. Рассылку об обязательном открытии банковской карты для безналичной оплаты школьных обедов опровергли в столичном управлении образования. В ведомстве заявили, что текст сообщения не соответствует действительности, а его автором стал один из поставщиков школьного питания, с которым, к слову, уже проведена разъяснительная работа. Напомню, что внедрить безналичный расчет во всех школах столицы намерены только с начала следующего учебного года. Андрей Деменюк изучил опыт двух учебных заведений, где учащиеся уже могут оплатить обед без наличных средств. Чтобы перекусить во время перемены, школьникам нужно для начала простоять длинные очереди. Поесть за отведенное время успевают не все. Работники буфета здесь и официанты, и кассиры. Руководство учебного заведения уверено, разгрузить работу поможет безналичный расчет. Он уже внедрен, правда, пока в пилотном режиме. Сейчас мы этот проект пилотируем в двух параллелях, в седьмых классах и в десятых классах. Для того, чтобы масштабировать, мы должны сначала анализировать, как это вообще пройдет у нас в школе. Потому что у нас в школе обучается 2600 учеников, учащихся. И поэтому сразу взять и масштабировать этот проект, это очень сложно. Вот мы начали потихоньку внедрять проект. Сегодня расплатиться картой за обед можно в двух школах столицы. Но уже с начала следующего учебного года безналичный расчет планируют внедрить во всех учебных заведениях мегаполиса. В популярных мессенджерах уже началась рассылка с подробной инструкцией для родителей. Уважаемые родители, согласно требованиям Управления образования города Нур-Султана осуществляется переход на безналичный расчет в школьных столовых. В связи с этим необходимо получить согласие родителей на оформление именной банковской карты. Данными картами будут пользоваться учащиеся школы при покупке в школьных столовых. К сообщению также прилагается и список документов, которые необходимы для открытия счета. Рассылка сразу же вызвала массу вопросов у беспокойных родителей. Разъяснять пришлось специалистам столичного управления образования. Ведомстве заверили, что сообщения не соответствуют действительности. А автором фейка стал один из поставщиков продуктов питания. С ним, к слову, уже проведена беседа. Безналичный расчет идеи, она не подразумевает открытие банковских карт, тем более на детей. Мы со своей стороны планируем к сентябрю перевести все школы на безналичный расчет, но при этом это должна быть карта не обязательно банка. Она может быть карта ЛРТ, возможно, проездная, да, либо карта просто турникетная карточка. Туда вшить программное обеспечение, чтобы ребенок мог пользоваться этой карточкой. Предполагается, что новшество не только снизит время оплаты обеда, но и позволит родителям контролировать расходы ребенка и знать конкретно, чем именно питается их чадо. Управление образования к вопросу намерены подходить комплексно. Однако для эффективного внедрения безналичного расчета многое будет зависеть от поставщиков школьного питания, а именно, насколько они будут реально заинтересованы в установке посттерминалов и специальных планшетов для выбора заказа. Ответить четко на этот вопрос пока никто не берется. Андрей Деменок, Иржан Рахман Бердиев, Хабар, 24. Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин примет участие в первом этапе нового мирового этапа по плаванию Champion Swim Series. Международная федерация водных видов спорта презентовала престижное соревнование в феврале этого года. На турнир можно попасть только по приглашению. Далее подробности в выпуске новости спорта. Атараусский Бейбарыс увеличил разрыв в финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею. Счет в противостоянии со столичным намадом теперь стал 3-1. Еще одну победу в свою копилку хоккеисты западного Казахстана добыли накануне. Исход матча решился в серии булитов. Пятая игра пройдет в Атарау 11 апреля. В случае выигрыша Бейбарыс станет чемпионом Казахстана. В Лиге чемпионов наступает самая горячая пора. Восемь сильнейших команд сразятся в одной четвертой финала. Первые матчи стартуют уже сегодня. В одном из противостояний встретятся Ливерпуль и Порту. Стоит отметить, что в своих чемпионатах эти команды ведут тяжелую борьбу за главный трофей. Ливерпуль сражается за титул с Манчестер-Сити. По итогам последнего тура красные занимают первое место, опережая соперника на два очка. Но у горожан есть матч в запасе. Напомню, что на предыдущей стадии команда Юргена Клопа по сумме двух матчей была сильнее Баварии 5-0. Ливерпуль играет на высочайшем уровне каждую неделю. У нас несколько другая ситуация, хотя я ко всем командам отношусь с уважением. Учитывая силу оппонента, наши кадровые потери и то, что это только первый матч 1-4 финала, мы должны правильно выбрать стратегию. Ни о какой месте говорить нет смысла. У каждой игры своя история. И прошлые результаты никак не влияют на курс, взятый нашей командой. Не надо думать о событиях прошлого года. Нужно получать удовольствие от испытаний, которые нам выпало. Ливерпуль невероятно силен. На Энфилде в 11 матчах они лишь дважды сыграли в ничью. Футболист-любитель из Ирака, как две капли воды, похож на португальского игрока Криштиану Роналду. Правда, выступать за известные европейские клубы ему пока не светит. 25-летний Бивар Абдула живет в иракском городе Саран и работает на стройке. А в свободное время выходит на поле вместе с друзьями. Абдула вырос в бедной семье бывшего курдского повстанца. Образование он так и не получил, родители не могли себе этого позволить. Но сходство с футболистом принесло ему славу. Люди часто останавливают его и просят сделать селфи. Многие говорят мне, что я вылитый к Криштиану. И не важно, араб я, курд или иностранец. Главное, однажды я с ним встречусь. Итальянцы в столице. Законный муж карабкается к супруге по шелковой лестнице, которую она сбрасывает ему из окна. Одноактную оперу фарс Джоаке Нарасини представили в театре Астана-опера. Культ вояж на Хабар-24. В камерном зале театра Астана-опера состоялась премьера одноактной оперы фарса Джоаке Нарасини «Шелковая лестница». Руссини — это стиль виртуозный, прежде всего. Бруссини — это первый романтик в мелодраме, который соединяет в себе романтические элементы музыкального характера и обороченные классические. То есть виртуозность музыки 17 века и романтику голосоведения гранд-опера. Действие происходит в 18 веке и разворачивается вокруг Джулии тайно вышедшей замуж за своего возлюбленного Дорвилля. Законный муж попадает к супруге по шелковой лестнице, которую она сбрасывает ему из окна. Опекун Джулия Старый Дормонт, не ведая о замужестве, пытается выдать ее за бланзака. Поскольку это Рассини и опера-комедия «Фарс», она вся усыпана музыкальными мелизмами, бесконечными виртуозными пассажами. И все это певица находится в очень сложном сценическом костюме, который тоже весь соответствует стилю тому эпохи той 18 века. Напомним, что 2019-й объявлен годом молодежи и новый проект «Театр Пикколо», запущенный творческим коллективом, направлен на развитие и поддержку солистов Театра Астана-Опера и начинающих казахстанских вокалистов. Во время работы над спектаклем режиссер-постановщик Алла Симонишвили большое внимание уделяла мимике артистов, движениям и коммуникациям между вокалистами, чтобы комический сюжет произведения на итальянском языке был публике предельно понятен. Работа была достаточно сложная, потому что вокальная эта опера достаточно сложная, можно сказать. Она виртуозная, у каждой голосовой категории есть колоратуры в военном количестве. То есть это подвижность голосовая, тут нужна гибкость, эластика, пластика телесная, потому что вы видите, как это все происходит на сцене. То есть это не только певческая работа, но и актерская работа. Вы знаете, в комедии без актерского мастерства никак нельзя. В столице открылась выставка «Триумвирарт» трех известных казахстанских художников Марата Бекеева, Эдуарда Казаряна и Андрея Нода. И Марат, и Андрей, и Эдуард дружат практически с юности, и вот эта цеховая солидарность и сотрудничество у них давным-давно переросло уже в очень глубокую и крепкую дружбу. И именно поэтому мне захотелось, чтобы эти все три художника выставлялись вместе, потому что они представляют отдельный пласт современного искусства Казахстана, который мне очень нравится лично и который, мне кажется, оценен по достоинству нашей страной. В этой экспозиции художник Марат Бекеев представил около 30 работ, написанных в течение последних двух лет. У меня очень сложная технология, я работаю сразу на 15-10 работах. То есть, одна сохнет, другая чуть-чуть подсыхает. То есть, по моей технологии, она должна так по-разному работать. Эдуард Казарян с 14-летнего возраста работает с металлом. Сегодня он мастерски создает скульптуры из алюминия, меди, стали и даже из стекла. Любой материал, на самом деле, его главное почувствовать, чтобы он, чтобы не только ты его полюбил, а он тебя тоже. Тогда он будет с тобой именно сотрудничать, а не бороться. Вот тогда он тебе будет, скажем, подсказывать какие-то ходы, какие-то даже идеи. Вот ты просто общаясь с материалом будешь расти, развиваться. Андрей Нода, в свою очередь, на суд публики выставил 20 картин, написанных на тему любви между мужчиной и женщиной. В столице выставка будет работать до середины мая. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 10 апреля в Театре драмы имени Ауэзова пройдет спектакль «Танцулу». 10 апреля в областном музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина премьера спектакль «Атынушсон». 12 апреля в Карагандинском академическом театре музыкальной комедии можно посетить постановку «Спичка невеличка». И в завершении 6,5 часов в открытом космосе астронавты из США и Канады Энн Маклейн и Давид Сенжак продолжили работы на корпусе Международной космической станции. По данным Рейтер, они переустанавливали адаптер на секции станции после выхода из строя одного из недавно размещенных аккумуляторов. В предыдущие разы обитатели МКС покидали борт станции, чтобы заменить батареи в марте. Для канадца это первый подобный опыт. За 12 лет ни один его соотечественник не работал в открытом космосе. Что ж, к этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи и хорошего вам дня.